Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телестудия Карачаганак. С вами Достан Сактаган. И вашему вниманию представляем итоговый выпуск новостей. Правительство проводит крупномасштабную работу по входу Казахстана в число 50 конкурентоспособных стран. Учитывая это, коррупционные преступления должны быть неприемлемы и порицаемы. Для предупреждения взятничества в районном отделе внутренних дел провели круглый стол, где рассказали, как бороться с этим непростым врагом. Коррупция во все года была одной из главных проблем. Возможность обойти систему, дать, так сказать, на лапу, чтобы не тратить свое время на стояние в очередях, всегда привлекала как население, так и работников их государственных структур. В реалиях современного мира для борьбы с этим недругом применяются различные способы для выявления и, самое главное, для предупреждения взятничества. С приходом интернета даже в удаленные уголки страны бороться с этой проблемой становится легче. С развитием социальных сетей и других медиаресурсов всеобщее мероприятие должно стать мощным инструментом в противодействии коррупции. В связи с чем правительству было поручено внедрить единую систему госзакупок по принципу централизованной службы. Максимальная прозрачность должна быть в сфере госзакупок и в работе ее организации. Места, где есть большая вероятность и возможность совершения коррупционного нарушения, нужно взять на особый контроль. В Казахстане борьба с коррупцией определена в качестве одного из основных приоритетов государственной политики. В соответствии со статьей 6 закона Республики Казахстан о борьбе с коррупцией, вопросы коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы, и должностные лица. Думаю, что совместная работа с Республиканским общественным объединением общенациональное движение против коррупции Жанару уполномоченными органами окажет положительные результаты в нашей работе по формированию высокой гражданской позиции и повышении активности населения в борьбе с коррупцией в целом. О том, как проходит борьба с коррупцией по Западно-Казахстанской области, рассказал руководитель Межрайонного управления по противодействию коррупции по Бурлинскому району Талгат Бекмагамбетов. В 2016 году в производстве областного департамента антикоррупционной службы находилось 94 уголовного дела по коррупционным преступлениям. Приучено к уголовной ответственности за коррупционные преступления 30 должностных лиц, из которых половина 15 являются сотрудниками органов внутренних дел. Основными видами преступления являются получение взятки, присмотренные статьей 366 УК РК, 11 фактов, Словопотребнение должностными полномочиями, статья 361, 6 фактов. Хочется надеяться, что все усилия, затраченные на противодействие коррупции, приведут не просто к снижению прецедентов, а к полному искоренению заразы общества 21 века. Андрей Просфиров, Достан Сахтаган, Алтембек Исагалиев, телестудия Корочеганак. Совсем скоро стартует специализированная международная выставка Экспо-2017. И по этому знаменательному событию Астана распахнет свои двери для гостей не только из других областей, но и со всего мира. И само собой, такое крупное мероприятие требует серьезной подготовки в сфере логистики. Как добраться до Экспо и на что там можно посмотреть, рассказали в районном Акимате. Экспо – это международная выставка, которая символизирует индустриализацию и развитие технического процесса, а также является открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений, как отдельно взятых стран, так и коллабораций. Беря свое начало в далеком 1884 году, Экспо была причиной трех крупнейших индустриализаций прошлого века. И вот в 2017 году, в нелегком противостоянии с бельгийским городом Льеш, данная выставка впервые за время проведения пройдет на территории СНГ, а точнее в столице Республики Казахстан, городе Астана. Выставка пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года и примет около 100 стран-участниц и международных организаций. Глава государства не раз отмечал, что предстоящая выставка является национальным проектом, который может придать импульс развитию экономики не только города Астаны, но и всей страны в общем. Проведение данного мероприятия позволит обеспечить долгосрочный социальный эффект. Это уникальная для вас с нами возможность первыми увидеть новые инновационные проекты, правильные проекты, то есть ноу-хау, которые на сегодня свежие разработки именно в сфере будущей энергии, посвященной будущей энергии. Данное мероприятие не только по значимости одной из крупнейших, проведенной на территории Республики Казахстан. Также оно может стать одной из самых посещаемых выставок за все время проведения. Планируется принять около двух миллионов человек. А учитывая опыт других стран, эта цифра может возрасти в несколько раз. По статистике бюро выставок, все выставки вместе взятые достигли свыше 1 миллиарда посещений. К примеру, возьмем город Милан в 2015 году. Там всего ожидалось 2 миллиона посещений, а по факту был 21 миллион. То есть очень много туристов туда приехали. И на сегодня мы видим их развитие в сфере туризма, также сферы услуг. То есть прибыль получили все. Стоимость посещения данной выставки будет зависеть только от вашего настроя и времени, затраченного на поездку. Начиная от простых билетов по 4 тысячи тенге на разовые мероприятия и заканчивая комплексными в районе 20 тысяч. Хочется отметить тот факт, что данное мероприятие очень знаковое для Республики Казахстан и может стать отличным подспорьем к дальнейшему индустриальному развитию страны. Андрей Просверов, Достан Сахтаган, Алтенбек Иссагалиев, телестудия Корочеганак. 1 июля в Казахстане вводится обязательное медицинское страхование. А это значит, что работодатели и самозанятые граждане уже летом начнут отчислять средства в этот фонд. Но проблема в том, что не все знают, как будет работать данная программа и что они получат, оплачивая страховку на здоровье. Разобраться в этом вопросе постарался мой коллега Андрей Просверов. Медицинское страхование Медицинское страхование – камень преткновения, который уже как год вызывает как массу положительных эмоций, так и множество вопросов. Стоит отметить тот факт, что большинство европейских стран уже давно практикуют страховую медицину. В Казахстане же медицинская страховка официально начнет функционировать только с 1 июня. Но это уже вызывает волнение среди жителей как Бурлинского района в частности, так и страны в целом. Для того, чтобы развеять мифы и конспирологические теории, построенные вокруг данной программы, мы направились в Бурлинскую районную центральную больницу, где пообщались с врачом-профпатологом высшей категории Али Бектургановым, который занимается разъяснением данной программы. Первая медицинская помощь будет оказываться бесплатно, скорая медицинская помощь, прививки, оказание первой медицинской помощи будет оказываться бесплатно. А остальные, какие, значит, лаборатории, скажем, обследования, рентгенобследования, обследования томографии и так далее, УЗИ, обследование, они будут проводиться за счет больного, если не будет, допустим, страховаться. Согласно новому закону о медицинском страховании, отчисление фонд СМС накладывается на работодателя. В случае, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, то взнос в фонд социального медицинского страхования будет осуществляться вами. Работодатели должны обязательно страховать всех работников. Обязательно. Есть, значит, государство будет страховать, государственное страхование, кто будет страховаться? Значит, матери, ухаживающие с детьми, беременные женщины, пенсионеры, инвалиды войны, студенты, учащиеся, так, правоохранительные органы, служащие, а также, кто судимые там, или там временный изолятор, изоляция, кто находится, они будут страховаться за счет государства, за счет государства. Вот остальные населения, работающие в контингент, обязательно должны страховаться за счет работодателей. А индивидуальное страхование, я вот то, что говорил, значит, сами должны страховаться, должны зарегистрироваться как, значит, индивидуальный предприниматель в налоговой инспекции. Соответственно, они будут, базы данных будут оказываться, базы данных у врачей у всех есть, вот поэтому мы будем открывать, действительно, Иванов или, скажем, другой, застраховался или нет, мы будем смотреть на базы данных. Стоит также понимать, что услуги, оказываемые посетителю медицинского учреждения, не будут зависеть от заработной платы пациента. Все будут получать равную по значимости помощь и обследование. Три тысячи населения, работающие три тысячи населения. Я же не говорю, потому что три тысячи населения, они все больные, они все будут обращаться. Вот эта вот сумма, допустим, все, хватает на всех. Я же говорю, здоровый за больных, богатый за бедных. Ну вот я говорю, чтобы они получились так. Бедный человек, допустим, сам индивидуально застраховался, скажем, 2500, скажем, ежемесячно. Этого достаточно, чтобы получить полноценную медицинскую помощь. Здесь охвативаются все люди. То есть в полном объеме будет обследование проводиться. Также социально-медицинское страхование положительно повлияет на прием в поликлинике. Эта программа приведет частные медучреждения, что создаст конкурентную среду и позволит людям самим выбирать врачей и учреждения для получения медицинской помощи. Обязательно социально-медицинское страхование будет и частые компании участвовать, медицинские компании. Они тоже будут, значит, подавать заявку на медицинское обслуживание населения. Естественно, если в частые медицинские компании, у них здание должно быть соответствующее, оборудование, специалисты, сертификаты, они должны проходить все вот эти стандарты. Больной имеет право выбирать медицинское учреждение или врача. Врача, индивидуально врач. Я люблю, допустим, пойду к тому врачу, который может меня лечить, вылечить с опытом, диагноз может поставить. Именно я пойду к нему. Соответственно, здесь будет конкуренция. Каждое медицинское учреждение будет стараться лучше обслуживать, будет приобретать те или иные оборудования современные медицинские. Соответственно, вот эта конкуренция будет для улучшения обслуживания больных. Создание конкурентной среды также исключит монополию и подспорье к коррупционным махинациям. Государство будет осуществлять полный контроль за оказанием медицинских услуг и расходованием страховых средств. Получив подробную информацию об обязательном социальном медицинском страховании, мы решили выйти на улицу для того, чтобы поговорить с жителями города и узнать, осведомлены ли они по этому вопросу. Что вы знаете об обязательном социальном медицинском страховании? Ну, в средствах массовой информации вы много чего писали, так особо я не вникала. Но к нам приходила медсестра наша участковая, записала наши все данные, родители, нас, детей, и сказала, что в этом году у нас будет обязательное медицинское страхование. Ну, пока я с этим не сталкивалась, но я думаю, что это нужно для каждого гражданина Казахстана, обязательное медицинское страхование, потому что на все случаи жизни ты должен быть застрахован, должна быть какая-то обеспеченность. Расскажите, что-нибудь слышали об обязательном социальном медицинском страховании? Нет, об этом я не слышала, но я думаю, как медицина должна быть бесплатной. Вы что-нибудь слышали об обязательном социальном медицинском страховании? Да, слышали. А что конкретно? Ну, что обязательно надо страховаться, потом будут какие-то льготы. Ну, и все, кажется, больше никакого. А сами как относитесь? Если честно сказать, то плохо. Раньше была медицина, кажется, намного была лучше и проще. Могли пойти в больницу в любое время. Часы приема были нормальные, детская поликлиника была отдельная, дети лечились отдельно, смотрелись, взрослые отдельно. Мне это больше нравилось, чем сейчас. Здравствуйте. Знаете ли вы что-нибудь об обязательном социальном медицинском страховании? Да, не так слегка видел, слышал, что говорили в новостях. Ну, не знаю, пока не будет соприкоснательно. А так нормально. Думаю, это нормально будет, наверное. Потому что сейчас медицина немножко бесплатная. Ну, есть и платная, конечно, но есть пока нормальная. По сравнению с другими странами. Здравствуйте. Расскажите, знаете ли вы что-нибудь об обязательном социальном медицинском страховании? Да, слышал. Нам приходил медработник и предупредил, что нужно застраховаться, чтобы наблюдаться бесплатно в дальнейшем. Если не застрахуешься, то дальнейшее наблюдение у врачей будет платное. Только единственное, скорая будет бесплатная, остальное все будет платное. А как вы относитесь к этому? Не поддерживает, конечно. Я думаю, что, раз государственные учреждения, я думаю, что должны бесплатно наблюдаться. Без страхования. Как вы видели, бурлинцы довольно хорошо осведомлены по данному вопросу. И хочется верить, что реализация проекта обязательного медицинского страхования пройдет без особых проблем для всех казахстанцев. Андрей Просвиров, Достан Сахтаган, Алтемия Косогалеев. Телестудия Карачаганек. На прошлой неделе на родную землю вернулись ученики общеобразовательной школы номер 3, которые совместно со своими преподавателями принимали участие в международной конференции по моделированию ООН, проходившей в городе Минск, столице Республики Беларусь. С юными делегатами встречался мой коллега Андрей Просвиров. Эмоции, опыт, знакомство. Вот так, без лишних слов, Алья Калиева, ученица 10 класса общеобразовательной школы номер 3, охарактеризовала свою поездку в Братскую Республику Беларусь. В период 6 по 9 апреля она в составе небольшой делегации принимала участие в международной конференции по моделированию ООН. В конференции на ней обсуждались глобальные проблемы. Я была в Комитете защиты окружающей среды. У нас была проблема сейсмических взрывов в Арктике. Также, ну, проходила в виде дебатов, то есть мы предлагали свои поинты, и их оспаривали, либо задавали вопросы. Тоже, ну, опыт колоссальный просто. Ну, я предлагала некоторые пути решения, и их приняли в общую резолюцию, которая, ну, в конце, когда 4 дня конференции прошло, то есть их зачитывали на общем собрании. Преподаватель Лола Пастухова, помимо Алии Калиевой, на конференцию сопровождала еще одного ученика, Тагира Исмуханова, который рассказал нам, что его одолевали только положительные эмоции, и эта поездка дала ему невероятно много опыта. Я чувствовал там только крайне положительные эмоции. Город сам по себе нравился, люди очень общительные и приветливые, то есть встретили нас с большим радушием и приняли как следует. То есть и мы отстояли тоже свой Казахстан, хотя представляли другую страну. Мы тоже рассказали о своей стране, культуре, быте, языке. Они очень сильно удивились. И как бы произошел такой обмен знаниями нашей страны, культуры и их. В основном конференция проходила крайне, ну, благоприятных условий, то есть много, очень, очень много знакомств. И это невероятный опыт для меня. Несмотря на то, что подготовка к данной конференции проводилась совместными усилиями педагога и учеников, Лола Пастухова говорит о том, что ее основная работа заключалась в том, чтобы направить ребят в нужное русло. Нам предложили два момента рассмотреть. Это беженцы в мировой политике и проблемы экологии в Арктике. Подготовка, как таковое, именно по этим темам с детьми, меня как руководителя, заключалась, наверное, только в том, чтобы задать вектор и направить. Потому как дети достаточно осведомлены. Также, когда они отправлялись на конференцию, она не испытывала волнения или тревог. Потому как ребята были уверены в своих силах, что передавалось на их преподавателя. Было осознание такого, знаете, спокойствия, уверенности. Потому как дети сами это излучали. Они были в себе уверены. И это было не беспочвенно. Потому как достаточно начитаны, эрудированы. И им это помогло. Стоит заметить, что данное мероприятие хоть и проходило в Братской Республике Беларусь. Языком проведения был английский. И помимо казахстанской делегации, мероприятие собрало порядка 300 представителей из различных учебных заведений – Белоруссии, России и Европы. А учитывая, что возраст участников конференции был 15-19 лет, ребята быстро находили общий язык. Сразу нашли общий язык, какие темы освещать. И все стали за короткий промежуток времени друзьями. То есть сразу нашли общий интерес. У нас комитет такой мирный получился. Мы все подружились в первый день, нашли общий язык. И когда предлагали свои поинты, выходили, то есть ребята задавали вопросы. И потом выступали речи за и против твоего поинта. Но у нас в основном все поинты были хорошие, поэтому мы принимались очень много. И самый такой продуктивный комитет. В целом, несмотря на свой юный возраст, Тагир и Алия – уже довольно начитанные и эрудированные ребята, которые умеют отстаивать свою позицию и выражать свои мысли. После общения с ними понимая, что фраза «молодое поколение потеряно», а «молодежь нынче не та пошла» – относится далеко не ко всем. Андрей Просвиров, Дастан Сахтаган, Алтембек и Сагалиев, телестудия Корочеганак. 19 апреля в стенах развлекательного комплекса «Арман» прошел поэтический вечер, посвященный Дню влюбленных в Казахстане. Поскольку темой вечера стала любовь, собравшимся читали стихи казахстанских и зарубежных поэтов, посвященные этому светлому чувству. Андрей Просвиров слушал поэтов Бурлинского района. Содействовать развитию гуманных отношений между юношами и девушками, сформировать положительное нравственное отношение к любви как возвышенному человеческому чувству, а также способствовать воспитанию нравственных качеств и эстетического вкуса у молодежи. Такие цели закладывали организаторы мероприятия в поэтический вечер, прошедший на этой неделе. В этом году у нас открылся клуб читателей. Организатором также является Гульнар Тайкиевна. Члены данного клуба являются наши учащиеся, студенты нашего колледжа. Они вместе с Гульнар Тайкиевной организовали данный вечер. Посвятили его любви, так как в Казахстане поразднуется день любви 15 апреля. И они посвятили этот вечер к этому дню. Молодые ребята, принимавшие участие в данном мероприятии, рассказывали о том, что поэзия для них своеобразный способ выражать эмоции и чувства. А учитывая название «Все начинается с любви», стихи – это один из лучших способов осуществить это. Поэзия идет с покон веков. Это очень красиво. И мы хотим передать до молодежи то, что поэзия всегда модна. То, что это очень красиво. Только поэзии можно передать истинные слова, как бы любви, можно передать свои эмоции. Что еще можно сказать? Мы хотим привлечь как больше молодежи, чтобы они уникали с творчеством наших поэтов, узнали, может быть, сейчас мы, может, рассказали какой-нибудь стих, кому-то запало в душу, может быть, и они захотят узнать побольше об этом поэте, поэтессе, писателе. Знаете, становится немного грустно от того факта, что молодежь уделяет мало внимания такому романтичному времяпрепровождению, отдавая предпочтение интернету. Прослушивание не особо умных музыкальных композиций и просмотр пустых фильмов вытеснили стихи и прозы. В наше время музыка и кино, она была распространенная по сравнению со стихами. Наша молодежь уже не так читает книги, не так увлекается поэзией, не читает рассказы, что, естественно, наоборот, хотелось бы, чтобы больше увлекались чтением книг. Это все-таки развивает саму личность, благоприятно влияет на саму молодежь. Ну и это, по моему мнению, это интереснее, чем кино. Но не только учащиеся колледжи участвовали в чтениях. Преподаватели также брали слово, чтобы рассказать свои любимые стихи о любви. Любовь низка, когда ничтожен дух и низок мир того, кто избран ею. Далят покой и прогоняют страх чистой любви. И ты возвышен, если природа мудро держит на весах любовь и дух в прекрасном равновесии. Андрей Прасвиров, Аянбек Амангельдиев, Алтымбек Исигалиев, телестудия Корочеганак. Это были все самые запоминающиеся события недели. А наши итоговые новости вы сможете посмотреть на сайте YouTube на нашем официальном канале Корочеганак ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok